МОТОТЕК Всем привет! С вами Мототек. Сегодня мы рассмотрим обновленную версию легендарного LeFan Irokes. Модель 2016 года кардинально отличается от предыдущих версий. Первое и самое главное отличие – двигатель, ну и, конечно же, дизайн. Начнем с дизайна. Основные изменения в дизайне коснулись передней части мотоцикла. Это абсолютно обновленная морда, повороты уже не интегрированы в пластик, а выносные. Также установлен ветровик. Теперь боковые части, которые закрывают аккумулятор и карбюратор, окрашены. По просьбе пользователей, заднюю часть сидения выполнили из другого, более гладкого материала, за счет чего в него меньше забивается пыль и легче мыть его. Теперь о технической части. Сзади установлен амортизатор с большим диаметром витка, что положительно повлияло на четкость работы подвески при езде с пассажиром, ну и также увеличило грузоподъемность. Колеса в этом мотоцикле 17-дюймовые, задняя 120-я идет, цепочка 428-я усиленная, задний тормоз 1-поршневой дисковый. Спереди также тормоз дисковый, только уже 2-поршневой суппорт и 90 на 90 покрышка. Но, как вы поняли, основное изменение это двигатель. Теперь это не 150-ка, а 200-ка. И не просто увеличенный объем, увеличенная степень сжатия и ход поршня, за счет чего добились мощности в 17,5 лошадиных сил, а также в 17 ньютонах крутящего момента. Также увеличен диаметр патрубка, стоит другой карбюратор с другими настройками, другими жиклёрами, насосом-ускорителем. Соответственно, ускорение при старте явно отличается от 150-ки и больше напоминает 250-ку, там ту же самую вайперовскую, верхневальную. Он двухклапанный двигатель, стоит новая помпа, радиаторы стоят со 150-ки, их потенциала вполне достаточно. Также трансмиссия установлена уже шестиступенчатая, за счет чего максималка поднялась до уровня 130 км в час. Чтобы ощутить разницу между 150-кой и 200-кой, нам необходимо прокатиться в нем, чем мы сейчас с вами займемся. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok